Привет, у нас с вами опять Басоксихолог, сегодня 1 декабря, первый день зимы. Мы продолжаем нашу тему, сегодня у нас с вами азбукафобий, буква Г, мы сегодня поговорим с вами про гипертофобию и как частный случай гипертофобии, афидофобию. То есть гипертофобия это страх присмыкающихся в общем, а афидофобия это у нас страх змей. Вообще такой интересный очень древний страх, древняя фобия, и у нее она относится отчасти к иррациональным страхам, потому что вроде как в жизни-то змеи мы особо не встречаем, но люди на самом деле действительно боятся, и мало у кого змеи вызывают какое-то приятное чувство. Мне змеи, кстати, очень нравятся, у меня даже была кличка Снейк в свое время. Но это было в давнем прошлом. В общем, смотрите, если мы будем разбирать, откуда этот страх берется. Как иррациональный страх, он берется из, считается, что одно из видов, это такой генетический страх. На самом деле очень красиво у нас. Это я иду в офис, у меня сегодня прием. В общем, очень такой древний страх. И передается типа из поколения в поколение, от древних времен, когда в основном голоса жира змея. Это один вариант. Вторая причина этому, скажем так, воспитуемый страх. Допустим, ваши родители боялись змей, и их нервная реакция на змей могла приводить к тому, что вы тоже воспитались в этом страхе. Этот страх становится для вас привычным. То есть родители пугаются, вы знаете, дети знают то, что надо тоже пугаться. Еще одна из причин данных страхов, это какая-то травматика. Я встретил и испугался, потому что змеи действительно, они достаточно тихие. И если вы встречаете змею вдруг неожиданно, это бывает редко, но вдруг, то это может вызвать какой-то испуг. То есть если это вызывает испуг, то мы получаем какую-то травматику. Запомнилась, записалась. Психоаналитический подход, он скорее говорит о внутренних символах. То есть так как в нашем бессознательном очень много символики, то мы можем проанализировать этот страх тоже. И найти, допустим, как один из вариантов, змея, что-то длинное, какая ассоциация выходит. То есть как бы с неким половым органом. То есть как бы это страх проявления сексуальности или вплоть до страха импотенции или еще чего-то. Но у всех эта символика специфична и своеобразна. То есть он, кстати, он люди. У всех символика специфична и своеобразна. То есть каждый человек, он, у него свои символы связаны со своими вещами. Какими-то конкретным. Поэтому нельзя целиком и полностью, допустим, переводить... Ну, считать то, что вот если как бы Фрейд сказал то, что лестница это как бы-то проявление сексуальности. Если вы поднимаетесь по лестнице, это значит, вы хотите секса. Нельзя считать то, что так оно и есть. У каждого свой символ, свой страх, своей ассоциации. Они, конечно же, да, поэтому на это стоит обращать внимание. Итак, что с этим вообще делать, с этим страхом? Слушайте, вот я иду, у меня руки мерзнут, а ноги нет. Ну, люди вон, в шапочках тепленькие. В общем, смотрите, что с этим можно сделать. Ну, один из вариантов это привучиться к этому страху. То есть люди ходят в зоопарк, к примеру, и много-много общаются с этими животными и к ним привыкают. Один вариант. Второй вариант, который мы можем с вами рассмотреть, который тоже, в принципе, рабочий, это начать изучать литературу про змеи. Потому что фактически ядовитых змей достаточно мало по сравнению с остальным количеством змей. Поэтому есть смысл просто уже не бояться, потому что вряд ли вы столкнётесь именно с ядовитой змею. Змеи не нападают сами, потому что им нафиг это не надо. А, кстати, ещё из причин со змеями. Змеи в некоторых народах считаются древними богами, да, или пресмыкающиеся. А змеи для кого-то являются символом зла, да. То есть, на самом деле, очень много всяких религиозных тем на них завязаны. Поэтому страх, поэтому иррациональный, что очень-очень много разных таких причин, не сильно влияющих на реальность. Ну, либо, на самом деле, работая с этим страхом, можно попробовать через гипноз его убрать, то есть в индивидуалке, и вообще понять причину. В любом случае, когда вы разбираете свой страх, надо понимать причину этого страха. Поэтому, если захотите от него избавиться, можете обратиться ко мне, или там пройти мой курс «Жизнь без страхов и тревог». Ну, либо начинайте просто аккуратно общаться с этим страхом. Чем больше вы будете его видеть, то есть шанс, что он у вас пройдет. Ладно, мы сегодня на этом заканчиваем нашу рубрику сегодняшнюю, да, «Басэ-психолог». Повторюсь, у нас направление азбука фобии. Мы разбираем все фобии в алфавитном порядке. Следите за нами, будет интересно. Пока. Еще раз покажу, у нас достаточно красивая фурштадская по дороге в офис. Кто захочет приходить к нам в студию, приходите, Молховая 5.